Это было прошлым летом. В Бобруйский центр юных натуралистов местный житель принес аистенка. Воспаленные глаза, явный недобор веса, родители выбросили птенца из гнезда. Прохожие подобрали пернатово и вылечили, но не смогли оставить у себя. Аиста приютили здесь. Яша пошел на поправку. Спустя 11 месяцев он – центр всеобщего внимания. Очень радуется, когда дети приходят. Он начинает кружиться, танцевать, подпрыгивать к ним, приближаться, как бы клевать. Но на самом деле он детей никогда не клевал, а просто делает вид такой, что давай играть. Любимые лакомства – живые караси. Их время от времени приносят местные рыбаки. Яша не откажется и от куриных потрохов или насекомых. Работники центра признаются – эта птица дружелюбная, но с характером. Он очень хорошо вычленяет своих и чужих. Вот на чужих он нападает. Такого не было, чтобы он там клевал кого-то. Но он подпрыгивает, взмахивает крыльями и делает вид такой, нападает, предупреждает. Пернатый подружился с собаками. Особые отношения сложились с конем-орликом. Вместе зимовали. Утром на правах хозяина бок о бок с котами встречают сотрудников, которые идут на работу. Уже этим летом Яшу вернут в естественную среду обитания. В Кировском районе возле речки Ола живет множество аистов. Первое время с едой помогут местные жители. Издревле пригнездившийся аист считается предвестником счастья и благополучия. В Бобрусском центре юных натуралистов признаются – так и есть, и добавляют – расставаться будет тяжело. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруск-360.